всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который называется чем пахнет осень расклад будет на три позиции позиции вы видите перед собой в виде камешков голубенькие красненькие зелененькие тайм-кода есть в описании работать будем на колоде эпического тару вот так выглядит рубашечка и мы с вами посмотрим энергетику осень то есть чем пахнет осень я хочу посмотреть просто энергию осени я понимаю что сентябрь уже прошел но я знаю что в некоторых регионах осенью на так достаточно задерживается но если учесть еще и страну в которой живу я то у нас греция осень продлевается да то есть она не захватывает только осенние традиционные месяцы поэтому мы посмотрим энергию осени чем она пахнет да я не буду рассматривать какие ситуации вас ожидает скорее всего больше энергетика в принципе мне энергии и и интересно знать и так отодвигаю тайм-кода есть отодвигаете две позиции в сторонку первая позиция голубенький камешек и мы с вами приступаем чем пахнет осень для тех кто выбрал голубенький камешек чем пахнет осень тройка пендакли к знаете достаточно магическая карта но визуально чисто да то есть мы видим здесь трех людей и три энергии на воздух вода и огонь и шар непосредственно как четвертая энергия на это аркан сотрудничество энергия какая энергия энергия построение чего-то нового энергия взаимодействия общения мне кажется знаете что осень для вас она будет действительно такая теплая уютная комфортная где вам будет хотеться собираться другу очень близких для вас людей в кругу людей которых вы цените может быть это и ваша семья да но здесь такое знаете общение и выстраивание нового общества то ли новых людей единомышленников вокруг вас то ли а знаете какие-то вот робкие такие шаги очень теплые мне прям и идет если запах то этот каннелы боже мой как же канал то по-русски корица запах такой знаете вот корицы кофе с корицей да вот что то такое и как обычно бывает осенние вот эти вот фотографии до оранжевые такие коричневые цвета теплые с одной стороны с другой стороны насыщенные вот идет какая-то теплота уют причем первый такой снег камин огонь поэтому энергетика она такая знаете приятная она добродушная она не окрашена какими-то яркими эмоциями там радость такая когда например было летом на такие более притупленные там тона и вот по энергии но она такая спокойная понимаете она комфортная на безопасная она уютная она удобная будет очень много бесед будет каких-то встреч причем посиделки где-то на дому либо если это кафешка какая-то вот такая знаете семейного круга теплая без громкой музыки без шума очень приятная возможно кто-то будет знаете как будто бы договариваться о построении чего-то да вот просто здесь строить человек до сообща они поднимает этот шар воздух да причем каждый выкладывает прикладывает свои усилия до каждой в своей сфере каждый в той силой который владеет обладает и вот и вместе сообща каждый по частичке и выстраивается нечто такое вот очень интересное теплое да что-то новое вы захотите построить так еще что смотрите как красивый единорог единорог кубков единорога в данном в данной колоде это вы же как он называется паш 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 чистая энергия причем энергия эмоциональная знаете у меня такое ощущение что вот энергия осени она будет не то чтобы невинная а вот какая-то вы знаете вы чистой до кристальная хочется сказать да когда в душе будет желание знаете вспомнить то как были какие-то вот заботные дни вашей жизни да без какой-либо суеты но при этом это все так вот кристально чистое будет желание наполниться светом вот какой-то человечностью до какими-то качествами но вот добротой очень светлые такие энергии теплые приятные как будто бы вот вы знаете берете когда прохладно берете плед набрасываете на плечи либо укутываетесь и вот с чашкой чего-то горячего а там шоколад кофе чай не важно что вот и на улице идет дождь а вот вы в таком состоянии это не мелохолия а это вот знаете вот приятная такая радость фоновая фоновая кристальная какая-то теплота и свет такие какие-то энергии здесь идут и это аркан мира говорящая о том что пришло завершение да то есть мы видим здесь четыре персонажа каждый персонаж у нас идет как отрисовка фигурного аркана то есть единороги это у нас пажей дальше я не помню как это называется здесь значит дракон это король вот как этот не помню как это животное называется и феникс это королевы то есть здесь королева король получается да а рыцарь не помню как это называется животное вот то есть изображение как некого такого знаете завершения по сути если по этим трем картам сказать какие у вас будет энергия осени завершение завершение чего-то такого что длилось очень долго в вашей жизни это не нет не какая-то такая энергия ярко выраженная которая завершается ну например какой-то конфликт да и вы рассорились и поставили точку нет здесь не про это а здесь энергия которая очень долгое время длилась да то есть какая-то ситуация очень долго, ваша жизнь не длилась, и все вы, как будто бы, знаете, не решались ее оставить позади. Это бывает, я не знаю, какая-то дружба, которая уже не приносит какого-то удовольствия, либо книга какую-то, знаете, начинаете читать, доходите до сегдин. Вроде бы вначале было интересно, а под конец как-то вот уже скучно, и не хочется, и не интересно. И мы, ну, вроде бы и оставить жалко, да, и читать уже как-то вот, ну, не приносит никакого удовлетворения. Вот здесь примерно такая же энергия, то есть это подойдет к завершению, да, придет к своему какому-то логическому. Здесь вот естественное завершение будет, ненасильственное какое-то. Либо это какая-то работа, когда вы поймете, что, ну, да, я давно хотела, либо хотела как-то поменять, сменить род деятельности, и все как-то, знаете, то ли сил не хватало, то ли было вот здесь вот ощущение того, что присутствовала какая-то неуверенность, а надо, либо не надо, а вдруг, как этот, а вдруг само собой рассосется, вот, либо какая-то ситуация произойдет само собой, и ничего не надо будет прикладывать, никаких действий. Так вот здесь ощущение того, что осень, она как раз-таки поможет вам как-то естественным образом завершить. То есть у вас точку, которую вы поставите, не будет сожаления о том, что вы это сделаете. Я могу сказать, что вы даже с какой-то легкостью даже сами удивитесь, почему. То есть если это, например, отношения, которые долгое время длились, и вот как-то, ну, вы не были уверены, а может быть они возразятся, а может быть не возразятся, вот здесь вот вы ставите точку. Да, причем, еще раз скажу, как-то спокойно вы аж сами удивитесь. Если это работа, то как-то вот, ну, для себя вы определитесь, что да, надо, наверное, поменять, да, либо род деятельности, либо здесь, здесь вот общая такая, знаете, вот кристально чистая энергия завершения чего-то. И, ну, начала я не вижу, да, я вижу просто здесь пока еще завершение. Когда вы приходите как-то вот к своим источникам, пришли, знаете, вот к какому-то колодцу, и спили воды, и сели возле него, и отдыхаете. То есть вы не бежите сразу, не продолжаете свой путь, а вы вот просто присели, расслабились, отдохнули, да, вот как будто бы восстановиться захотели. Вот здесь по ощущениям нечто такое. Давайте я еще и на этой колоде посмотрю. Так, это у нас Королева Пендакли. Видно, да? Королева Пендакли. Вот еще-еще один аркан. Королева Пендакли. И это четверка кубков. Да, вот то, что я сказала, прям захотели сесть, так, отсвечивает. Угу. Королева Пендакли. Вот здесь вот четверка кубков, так виднее, да? Когда, видите, здесь нету желания куда-то двигаться, да, то есть здесь привидение дает чашку и человек не смотрит. А здесь у нас, значит, Королева Пендакли, которая держит Пендакли и сидит на троне. Здесь энергии, они будут такие домашние, знаете, вам как будто бы не будет хотеться куда-то выходить, да, вот что-то делать. Будет желание как раз-таки, знаете, вот с верными друзьями, с преданными друзьями проводить время, да, либо то, к чему вы привыкли. То есть там, где есть комфорт, там, где есть удобство. Я не вижу, чтобы вы что-то начинали. Наоборот, здесь такое вот ощущение какого-то успокоения. Не будет здесь отшельника, да, уединение, хотя вот этот аркан может показаться том, что какое-то вот упадческое состояние. Нет, я не вижу, чтобы здесь было упадческое. Я чувствую какую-то, вы знаете, приятную такую энергетику. Да, без активности однозначно, но это не меланхолия. Нет, ни в коем случае. А здесь вот, знаете, впервые почувствуете удовлетворение, уют. Вот как будто вот от вашей семьи. Вот идет мне что-то такое семейное, да. Может быть, впервые вся семья соберется за общим столом, да, вот на какой-то праздник. И вот вы как будто бы увидите, да, по-другому начнете смотреть. То есть раньше, допустим, если вам все эти праздники были как-то чужды, а сейчас вы будете получать удовлетворение. Здесь как будто бы люди понимают ценность своим корням, ценность. Вот ключевое, то, что было по первому аркану, да, единение, объединение. Вот вы как будто бы почувствуете силу, единство этой осенью. Если все же отвечать на вопрос, чем пахнет осень, осень пахнет тыквой, печеными фруктами. Знаете, для кого-то вот мед, мед, пахнет медом, печеными яблоками и корицей с орехами. Вот чем-то таким пахнет. И землей пахнет, землей пахнет. Листьями пахнет, которые, знаете, вот этими желтыми кленовыми листьями, которые засохли, и вот ты ступаешь медленно по них, и они хрустят под твоими ногами. И вот запах земли, запах свежести. Первая позиция здесь, что-то связано с вашими корнями. То ли вы, может быть, возвращаетесь куда-то на свою родину, то ли возвращаетесь к своим истокам, то ли кто-то здесь семью создает. Ну вот, скорее всего, здесь возврат. Возврат к земле, возврат к родному месту, к месту, в котором вы ощутите силу впервые. Знаете, вот, не знаю, у меня идут такие слова, как верность, преданность, теплота, комфорт, уют, стабильность и безопасность. И вот это вот все наполняется смехом. Таким, знаете, смехом праздника. Не шумом и не суетой, а вот именно смех, когда, знаете, кто-то скажет шутку такую, и она всем нравится. Она какая-то чистая, открытая, детская, наивная, но она нравится всем. Вот такая вот у меня вышла первая позиция. Так, отложим в сторонку. Переходим к позиции номер два, к красненькому камешку. Чем пахнет двоечки для вас осень? Четверка жезлов. Знаете, здесь ощущение того, что для вас осень, она будет каким-то погружением в то, что вам очень интересно, то, что вас наполняет. Здесь такое чувство, если вы посмотрите на это так, то девушка читает книгу, и она полностью погружена в то, что она изучает, ей нравится. Она не обращает внимания, она просто сосредоточена на том, что она делает, и она двигается вперед. С одной стороны, позитив этого аркана — это фокусировка. Фокусировка на том, что вам нравится, то, что вы хотите, то, что вас наполняет, то, что вам дает удовлетворение, радость. С другой стороны, если вы чрезмерно сфокусируетесь на чем-то одном, в данном случае на чтении книги, то вы обратите внимание, что при движении она не смотрит по сторонам налево-направо, как будто бы жизнь проходит мимо нее. То есть вот здесь очень важно, мне хочется сказать, держать какой-то баланс, не уходить чрезмерно в себя, в том, что вам нравится. Почему? Потому что, возможно, в этом вы действительно можете упустить жизнь. Не какие-то шансы, а именно жизнь. То есть вот здесь нужно быть в балансе. Немножко почитала, то есть немножко занялись тем, чем вам нравится. Наполнились и обращать внимание и на внешний мир. То есть здесь вот нужно быть как будто бы в балансе. А у меня ощущение того, что вот ваша осень, она будет наполнена тем, что вы будете погружены не в себя, не внутрь, нет, а именно в то, что вас наполняет, в то, что вам нравится. И здесь вы как будто бы можете пропустить какой-то кусок своей жизни. Это знаете, допустим, когда сидите долгое время в интернете, да, и, я не знаю, может быть, фильм какой-нибудь интересный смотрели, может быть, что-то в ленте очень интересное такое читали. А потом смотрите в окно, о, уже вечер на дворе. То есть как время прилетело, я не обратил внимания. Вот здесь вот что-то такое, то есть что-то такое завораживающее вас может поглотить, что вы как будто бы пропустите время. Что негативного в этом? В том, что, возможно, будет этот перекос, да, то есть вы его, может быть, и не будете ощущать, но есть вот какой-то перекос. Хочется сказать, что вот вам нужно как будто бы быть более в балансе, да. Что еще? Семерка мечей, так я отодвину, чтобы вам было видно. Вот. Семерка мечей. Очень интересный аркан в эпическом, в колоде эпического Таро. Он говорит о том, что, смотрите, мы здесь видим маленького человека, который держит за спиной меч, а здесь вот гигант. И, казалось бы, изначально, да, вся ситуация, она как будто бы в проигрыше, но потому что силы неравны, да. Но ты никогда не знаешь, с чем приходит вот этот человек. Может быть, он хоть и большой, да, и кажется таким опасным, а он, может быть, пришел с миром, да. А этот человек, кажется, что он такой маленький, беспомощный, да, его надо пожалеть, а у него за пазухом меч. То есть не все так, как кажется. Поэтому и изначально вот эта вот энергия, да, то, что я сказала по четверке жезлов, да, не все так кажется. То есть кажется, что вот вы полностью погружаетесь, и вам это нравится, и это приятно, и это хорошо. Но есть здесь вот что-то, что я не могу вам объяснить, объяснить, но не все так, не все хорошо в этом, вот в том, на чем вы сфокусируетесь. Например, у вас появился какой-то новый друг, да, либо новое дело, и вы полностью все время погружаете, ну, отдаете этому делу, да, либо этому человеку, вот. И вам вроде бы нравится, и вы хорошо время проводите. Ну, вот такое вот ощущение, что в какой-то момент может что-то произойти, и не то, что вы потом пожалеете о том, что зачем я в тебя вкладывалась, а это вот как будто бы будет перекос. То есть то ли друг окажется не таким, каким кажется, да, хорошим, то ли отношения вы будете в ней вкладываться, а они окажутся, что этот человек просто пришел в вашу жизнь чему-то научить временно, а вы на него уже ставки поставили на боли какие-то серьезные отношения. Что-то здесь такое. Не то, что это вот вы разочаруетесь потом в этом. Нет, ни в коем случае. Просто здесь не нужно идти в перекос. Либо наоборот, вы посчитаете, что вот дело, в которое вы вкладываетесь, и вам нравится, может быть, оно изначально проигрышное, и, ну, отвернетесь, допустим, от него, да, либо откажетесь. Вот. А потом окажется, что, ну, не так. Надо было все-таки продолжить, надо было сделать, да, все-таки оно бы выиграло, а я как-то вот не отказался. Вот здесь вот как-то баланс какой-то нужно будет держать осенью. Это, это аркан Иерафанта. Так, наверное, отодвину первую позицию, чтобы она вас не смущала, не отвлекала. И отсвечивая, да. Вот. А, повыше. Хорошо. Карта Иерафанта. Иерафант здесь как раз-таки говорит о том, что здесь нарисованы две руки, да, и коннект, как соединение, да. То есть в данном случае напоминание идет здесь вот друиды, да, либо какие-то мифические существа. Вот. Как и напоминание, да, то есть роль Иерафанта, это как раз-таки соединять, да, соединять небо и... землю и небо. То есть как напоминание чего-то божественного, да. Вот как раз-таки вот здесь вот этот баланс, о котором я говорила, здесь есть эта энергия. То есть не уходите, пожалуйста, в перекос. Вам как будто это будет нравиться, то, что вы делаете. Еще раз скажу, в этом не будет ничего такого плохого, но это будет перекос. И в дальнейшем вы увидите полностью всю картинку и увидите, что не надо было мне, уходить вот прям с головой в это. Да, все равно какой-то баланс надо было держать. Давайте я еще посмотрю на колоде Таро Привидений. Чем пахнет ваша осень? Какая энергия? Вот смотрите, двойка мечей тоже очень красиво говорит о том, что вот женщина, да, и девушка, и два меча, да, вот она здесь как раз-таки про баланс, да, здесь тоже говорится о каком-то примирении. У меня такое ощущение, что вот она как будто бы, знаете, на качелях. Хоть она держит мечи, но вот у меня ощущение, что вот она как будто бы раскатывается, да, вот в какой-то гармонии, умеренности, равновесии. Не знаю, не оставляет меня эта идея. Так, и у нас здесь выпадает Паш Пендаклей. В каких-то новых, знаете, начинаниях, в каких-то новых изучениях. Здесь, знаете, очень важно держать ценность на себе. Не на чем-то и на ком-то. Вот здесь, знаете, вы как будто бы будете пробовать. пробовать понимать себя и свою собственную ценность. И вот вам это будет нравиться. Но здесь очень важно, еще расскажу, чтобы не уйти в перекос и полностью не уйти вот в погружение, изучение себя, потому что вам это будет очень нравиться. Вас это будет как-то наполнять. И вот здесь такое чувство, что вы как будто бы впервые ощутите свою значимость. Сами для себя, не перед кем-то. Вы почувствуете свою ценность. И вам это будет нравиться. Вам будет, я не знаю, это как сейчас, знаете, пример приведу. Покупайте себе какую-нибудь обновку, которую давно хотели. Вот вы стоите перед зеркалом и сами собой, ну вот как будто бы заигрываете, да, смотрите, вам нравится то, что вы видите в зеркало. И вот здесь вот ощущение того, чтобы вы не заигрались в это, да, чтобы не ушли вот в какой-то перекос. Это здорово, что у вас появятся ценности. Это здорово, что вы ее впервые ощутите, потому что хочется сказать, что вы как будто бы ранее не чувствовали своей ценности, своей значимости, да. Но вот здесь как предостережение идет, ну не заиграйтесь, да. Есть здесь что-то такое, вот какой-то вот подвох, какая-то хитрость, что в дальнейшем будет, ну, чревато каким-то последствиям. Поэтому я вас предупредила, но осень, она будет такая, с легким, хочется сказать, таким флиртом, заигрыванием. Если мы говорим о запахах, чем будет пахнуть ваша осень, ваша осень будет пахнуть дождем. Но не проливным ливнем, который вот прям промокаешь до костей, нет. А таким легким, знаете, дождем, который вот теплый осенний дождь, да, в котором хочется вот как-то босиком пробежаться по дороге. И нету страха, что ты вот простынешь потом, он без ветра, он пускай без солнца, но он очень теплый, он какой-то вот такой, знаете, заигрывающий, он радостный, как будто бы два маленьких ребенка встретились и играют, и хохочут, и веселятся. Поэтому запах, запах будет дождя, запах воды. Еще чем будет пахнуть ваша осень? А еще вот каким-то ветерком и лесом. Лесом будет пахнуть. Лесом пахнуть будет. И свежесть, вот свежесть после дождя. Лесом, лесом, что там лесом, грибами будет пахнуть. Вот свежесть мне идет, я не знаю, как вам это объяснить. Такой воздух чистый, кристальный, свежий, вот как после дождя. И почему-то грибами пахнет. Корой деревьев пахнет. Знаете, вот мокрое, мокрое дерево. И когда у дерева толстая кора, вот какой-то вот запах такой особенный. И почему-то пчелки, я не знаю, пчелки. Не мед, а вот именно пчелки. Как могут пахнуть пчелы, не знаю, не спрашивайте. Но вот мне почему-то это пахнет. Здесь легкий запах. Здесь нету сладкого запаха, здесь нету приторного, здесь нету ничего такого тяжелого. Может быть, мусхатный орех. Может быть, кедр. Вот какие-то такие древесные запахи идут. Но это не огонь. Никогда деревья жгут. Нет. Это именно влажная древесина. Вот такая вот у меня была и вторая позиция. Так, отодвину ее сюда. И мы с вами переходим к позиции номер 3. Зелененькая камешка. Троечки. Чем пахнет ваша осень? Сейчас мы посмотрим, чем пахнет ваша осень. Десятка мечей. Десятка мечей. В этой колоде карта говорит о том, что день завершился и наконец-таки мы пришли к примирению. Здесь как раз-таки мы видим представителей четырех не стихий, а фигурные арканы здесь изображены вот этими животными. И здесь вот а мужчина и женщина соединяются. Знаете, как будто бы маски сбросили и пришло какое-то примирение. То есть хватит уже заниматься. Ну, каждый сделал свое дело и сбросили маски. И уже не стоит ни с кем ругаться. Уже есть понимание, что все-таки в мире жить приятнее, чем в каких-то сортах. Вот здесь уже люди как будто бы пришли к договоренности, как будто бы устали от каких-то разногласий и поняли и осознали, что все-таки быть в единстве и обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разделяет, намного ценнее и важнее. Важно, знаете, быть собой. Да, пускай будет у меня свое мнение, у другого человека свое мнение, но все-таки я буду настоящим. Вот настоящим это значит, я не буду подделываться под кого-то, я буду собой. Я не знаю вам, как это объяснить, но это дает такое, знаете, вот расслабление внутреннее, некую такую свободу, удовлетворение от легкости, которая присутствует, что нет вот этого груза тяжести проигрывать какую-то роль, не свою какие-то социальные роли. Чем еще будет пахнуть ваша осень? Каким-то развитием. То есть вы что-то сделали, и здесь карта говорит о том, что восьмерка жезлов, отпустите, пускай все идет вот здесь, пламя из книги выходит человек, не мешайте, пускай все развивается так, как идет, всему свое время. Почему? Потому что ситуация может развернуться так, как она должна, а не так, как вам хотелось бы. И любое ваше вмешательство, оно будет привносить какие-то коррективы, которые в дальнейшем возможно вам не понравятся. Чем еще будет пахнуть осень? Ну и верховная жрица здесь выпадает. Верховная жрица говорит о том, что пришло время довериться, да, я отодвигаю карту, потому что здесь отсвечивает. пришло время довериться практике именно, да, то есть знаний у вас предостаточно, да, и вот вера, да, вера и доверие самому себе и пойти в эти знания, да, то есть то, что вы уже изучили, начать практиковать. Если мы подведем итог этих трех карт и скажем в общем, да, энергия осени говорит о том, что, то есть здесь как будто бы вы уже завершили, сделали то, что нужно было, да, доверились самому процессу и оставили, чтобы он развивался так, как нужно сделать, то есть вы уже совершили действия, на самом деле по Верховной жрице, да, то есть вы действия совершили в реальном мире, и вы сейчас получите результат своих действий, и это здорово, потому что всегда у вас было что-то в голове, а сейчас вы начали совершать какие-то, ну, в реальном мире, и вы как следствие будете получать какой-то результат, то есть здесь уже процесс запущен, но это не значит, что вот вы сидите и ждете какого-то результата, нет, здесь осень, она будет вам давать постоянно какую-то обратную связь, вот вы что-то делаете, вы будете получать обратную связь от того, что вы делаете, но я не могу сказать, что результаты вас будут радовать, либо будут как-то разочаровывать, здесь будто бы знаете, как алхимики, либо микробиологи, да, вот они находятся в какой-то своей лаборатории, да, пробирки очень много, что-то они под микроскопом рассматривают, то есть заняты каким-то процессом, понимаете, и они не думают о результатах, но результаты приходят, понимаете, вот здесь вы будете сфокусированы как раз-таки вот на на самом процессе, паузу взяла, почему, потому что появился запах соли, я не знаю, как, а, скорее всего, как морская соль, я понимаю, что сейчас осень, и не время отдыха на море, но если вы живете возле моря, либо, знаете, как этот йод, да, вот на море морская соль, она наполнена йодом, да, вот такой запах, вот именно морской соли, он какой-то такой, знаете, вот горьковатый, горло, вот прям все может продрать, но при этом вот такой очень едкий, сильный запах, вот он пахнуть, ваша осень будет этой солью, как ассоциация именно процесса, здесь есть какое-то движение, понимаете, здесь есть огонь, здесь есть какая-то энергия в этом запахе, причем какая-то энергия, такая, знаете, оздоровительная, так, ну-ка я посмотрю на колоде второго привидения, чем будет пахнуть ваша осень, здесь какие-то вот процессы, вы знаете, вы не будете даже обращать, вам будет нравиться, здесь даже не понравится, здесь вы просто делаете то, что должны делать, но вы это делаете не по принуждению, а потому что вы заинтересованы в этом, это как бизнесмен, у которого день полностью расписан по графику, он четко знает, что у него есть какие-то встречи, переговоры, он это делает, он вовлечен в каждое общение, чтобы договориться, чтобы подписать какие-то документы, здесь нету усталости, здесь нету рутины, здесь такая, вы знаете, здоровая, живая активность, основанная на вашей деятельности, если вы принимаете клиентов, у вас идет поток людей, вы с каждым общаетесь, здесь нету усталости, но и чрезмерно какого-то восхищения нет, здесь вот нужно просто сделать, это делать, но опять-таки на подъеме, не на упадке, а именно на подъеме, у нас выходил королева педакли, теперь вышел король педакли, как раз-таки соль, как стихия земли, здесь запах вина, знаете, какого-то сладкого вина, красного, не белого, красного вина, причем спирта, даже еще у кого-то может быть, потому что спиртом очень пахнет, причем больничным, здесь не в контексте того, что вы спирт пьете, а вот как-то спирт больничный, но вино, красное вино, такое, которое вот при причащении в церквях дают, вот такое, здесь не кислый запах, а вот именно хорошего вина, выдержанного, вот такой какой-то запах, кисло-сладкий, да, и вышла шестерка кубков, надеюсь, вам не отсвечивают, шестерка здесь, прям вот чистота, когда привидение дарит цветочки девочке, прям что-то такое напоминающее из прошлого, здесь ощущение того, что, знаете, может быть, вас пригласят, ну вот мне почему-то идет какой-то дорогой ресторан, да, не кофейная, вот именно ресторан, прям, знаете, где изысканные такие вот блюда, и очень хорошо обставлено так помещение, не очень яркий свет и не темный, в то же время нету живой музыки, но, потому что она слишком шумная была бы, а здесь какой-то, знаете, может быть, какие-то джазовые клубы, вот, если есть живая музыка, то она не громкая, и, а это не попса, не что-то такое, и не классика, а именно вот почему-то мне идет джаз, какая-то вот импровизация, и вот здесь вот, знаете, такая атмосфера некого флирта, либо встреч, либо ухаживаний, вот такая вот осень идет, а если опять-таки это профессиональные сферы и какие-то переговоры, то здесь вот они почему-то вот в такой непринужденной обстановке, да, может быть, дресс-код такой достаточно серьезный для мужчин, костюмы с галстуками для женщины, такое, может быть, тоже офисная какая-то вот юбка, допустим, там карандаш и рубашка, не вечернее какое-то одеяние, одежда, а именно ну вот такое достаточно строгое, либо коктейльное платье, вот, но почему-то вот мне идет такое, знаете, вроде бы ухаживание, что-то среднее между строгой профессиональной какой-то встречи, да, и при этом какой-то непринужденной такой атмосфере, вот здесь вот идет какой-то флирт мне идет, ухаживание, встречи, беседа, вот знаете, такая неяркая игра интеллекта, когда один хочет выйти победителем, а вот какое-то такое, знаете, интеллектуальное заигрывание, да, когда, например, ну, мужчина-женщина и общается не напрямую, а как-то под текстом, но не чтобы уколоть, а, знаете, чтобы напрямую, допустим, не выразить свои чувства, но при этом прослеживается вот какая-то вот заинтересованность, вовлеченность, ну, флирт одним словом, что-то здесь такое, чем пахнет, цветами тоже пахнет, не знаю, какие цветы, но, в общем, цветами здесь тоже пахнет, прям саксофон слышу, прям очень ярко слышу саксофон, где-то может быть, не знаю, может быть, вас куда-то пригласят, не важно, женщина вы, мужчина, не важно, кто вас приглашает, но здесь вот к чему-то мне идет вечернее время, как-то вот тихо играет саксофон, такая вот, знаете, музыка и приглашение на ужин, да, на ужин, что-то такое камерное, интимное, но при этом такое достаточно официальное, это не то, что вот друзья пришли, там, сели в компанию, повеселились, нет, здесь вот здесь вот как-то очень романтично, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, вот присутствует какая-то между участников этого вечера какие-то границы, да, какая-то дистанция все равно существует, странно, здесь вот прям вот погрузилась полностью во всю эту атмосферу, хотя это чем пахнет осень, но вот в принципе, мне кажется, я вам рассказала, чем будет пахнуть ваша осень, разрушением, вам не видно, вот последнюю карту вытащила, аркан башни, да, разрушением вашего эгоизма, здесь как будто бы вот вы впервые захотите довериться кому-то, не раскрыться, а именно довериться кому-то, то ли кто-то будет доверяться какому-то проекту, довериться, да, кто-то, возможно, какому-то человеку довериться, вот здесь вот доверие, безусловно, вы будете держать границы, дистанции, если у кого-то есть иерархия, присутствует, да, но вот здесь вы будете желание, знаете, вот впервые довериться, еще раз скажу, не открыться, вы здесь закрыты, но довериться, то есть, а попробовать, а что если, да, и у меня это сработает, и у меня это получится, ну вот, нечто такое я сегодня увидела. Это была третья позиция, на этом расклад я завершаю, напоминаю, что в четверг я проведу прямой эфир, кому интересно, приходите, пообщаемся, я отвечу на ваши вопросы, если они есть, и до новых раскладов, всем пока-пока.